Здравствуйте, уважаемые подписчики канала Процветок. С вами Ольга Дуброва. И сегодня мы с вами будем сеять базилик. Пряноароматическое растение, которое широко используется. На этом мы не будем останавливаться как в кулинарии, так и с лечебными целями. И как его листья, так можно использовать и семена. Они также содержат эфирные масла, которые придают особенный вкус нашим любимым блюдам. Поэтому накануне я заглянула в интернет, пару-тройку сюжетов. И поняла, что многие творят глупости семенами базилика, когда они его высевают. Я считаю, что всякий наш труд, что связано с растениеводством, необходимо оптимизировать. И если семена не требуют каких-то особых манипуляций, то и не надо придумывать ни себе, ни семенам лишние манипуляции и лишние приемы. Тратим время, тратим всякие средства. Семена базилика обладают обычными свойствами схожести. То есть посеянные в срок. А срок когда? В зависимости от зоны, где вы проживаете. Кому-то повезло, он счастливчик и живет, допустим, на Украине, в южных регионах где-то. Тогда можно сеять прямо в грунт непосредственно, на постоянное место. Потом проредить или рассадить. И все будет замечательно. И даже еще можно дождаться самосева, если не обрезать семена. Но, так как растение субтропическое, тропическое по своей природе, то, естественно, мы должны выращивать его исключительно через рассаду. Иногда некоторые советуют, я с таким столкнулась, что замачивать семена, вот все семена, непременно надо мочить. Я вам покажу для примера. Когда вы замачиваете семена, я не знаю, что вы будете с ними делать. Это выглядит вот так. Так, оболочка семена содержит определенные такие живирующие вещества. И они просто разбухают, покрываются такой желатиновой пленкой. И когда вы их после того, как замочили там на час или на сутки, с ней просто невозможно ничего делать. Вы их даже не распределите затем по поверхности какого-нибудь листика или тряпочки. Это получается вот такая вот картина. Для чего нам замачивать, я не знаю. Поэтому рекомендую. Не замачивайте семена базилика. Сходят они вполне себе нормально. Вот у меня горшочек, в который я села. Не буду вас обманывать. Здесь написана дата 12 марта. Сорт называется рози. Он такой вот темно окрашенные листики. Ну, кому-то нравятся темные, кому-то нравятся зелененькие. Ну, в темных содержат антоцианы, которые еще лучше влияют на наш организм. Семена базилика в хороших условиях. А что такое хорошее условие? Не сказать, что он холодостойкий, потому что это же субтропики. Но ему не надо такие тепличные условия и душить его, как помидор или перец при 22-24 градусах. 17-18 градусов будет вполне достаточно для того, чтобы они проросли в течение 5-6 дней. Если температура будет повыше, 20-22 градуса, то они взойдут и в течение 4-5 дней. Потом, некоторые говорят, выращиваем на свету, не присыпаем при посеве. Дело в том, что когда в рекомендациях производителя, или где-то вы там заглядываете в литературу, и пишется, что выращивание на свету, это совершенно не означает, что надо семена оставить на поверхности, ничем не присыпать. На свету это значит, не надо делать претенг. На свету это значит, посеял, присыпал. Не только с базиликом, но и с другими растениями, которые мы высеваем и требуют условий на свету. Мы присыпаем в зависимости от размера семени. А базилик, здесь они немножко разбухли, не большие, не маленькие, то есть вполне себе на ощупь можно их и на глаз осязать. Мы присыпаем, но на размер семени, то есть когда сажаем в луковицы 3 размера луковицы глубина, значит примерно на глазок 3 размера семени. Не надо сильно заглублять. Но поверьте, если семена свежие, жизнеспособные, вызревшие, то большой беды не будет, если дрогнет рука, и вы насыпите немножко больше. Все равно семена найдут себе дорогу. Корень пойдет вниз, а ростки пойдут вверх. В любом случае, что бы вы с этим не делали. Дальше. Некоторые придумывают такую историю, что высевают на марлечку. Я вот такой видела сюжет, значит, длинная лента марли, туда насыпаются семена. Я вот этой манипуляции вообще не поняла, потому что, а что с ними потом делать? Ну, положили бы на почву, все равно в любом случае прореживать. Если с такой целью, что потом оттуда доставать, вот типа они лежат, прорастают, то как вы достанете? Потому что в любом случае будет травмироваться корень. Я считаю, это процедура излишняя, потому что даже если вы на почву положите, ростки пойдут, не ростки, а корешочки пойдут вглубь, и достать их оттуда будет проблематично. И в противоречии вступает со следующим утверждением, что не терпит пикировку. Берем стаканчик, и в каждый стаканчик монотонно выкладываем зернышки. Значит, выкладываем, выкладываем, занимаемся этой вот такой вот глупой работой, потому что не терпит пересадки. Скажу вам, тайну такую открою, что нормально он терпит пересадку. Если я вам покажу, какой у базилика корешок. Корешок просто замечательный. Вот мечтать о таком корешке. Он небольшой, не маленький. Вот за две недели уже сформировался центральный корень, который не сильно углубляется. Боковые корешочки, и даже некоторые придаточные вторичные корешки появились. И с ним очень легко поступать, когда мы пикируем. Поэтому я вам покажу сейчас, как правильно посеять. И не надо выдумывать лишнего. Все у нас будет происходить легко и просто. Ну, для того, чтобы посеять, мы берем, какая есть у вас емкость. Сильно глубокую не надо. Мне нравится вот удобно в таких вот горшочках. Во-первых, сразу один сорт, ни с чем не перепутывается. На дно можно дренажика, можно и без дренажика. Можно постелить газетку, чтобы не просыпалась земля. Вот я сначала насыпаю обычного грунта. Плодородного, конечно, заготовленного заранее. Полный горшок не насыпаю. Насыпаю так, чтобы была возможность растения под пленочкой или стеклышком, когда они растут, сохранялась, чтобы влажность, чтобы они находились в таких комфортных условиях. Тепло и влажно. Это комфорт для любых семян. Немножко проливаю. Видите, розоватый раствор, да? Это марганцовка. Вы можете пролить, если вам не нравится марганцовка, можете пролить фитоспорином. Подготавливаете раствор, чтобы он у вас стоял. Тот раствор, который готовится из пасты фитоспорина, он будет выглядеть вот таким вот образом. И на 10-литровое ведро, там или лейку, 2-3 чайных столовых ложки. И таким раствором проливаете. Это то, что касается легкой дезинфекции, так сказать, для души, для того, чтобы как-то обезопасить, обеззаразить семена. Основной грунт присыпаю более просеянным, таким рыхлым, без вкрапления различных крупных частиц. Слегка уплотняем. Снова проливаем. Подсохшая вода сейчас впитается. И приступаем к посеву. Вы можете прямо из пакетика. Там семян не так уж и много. И я вижу, что я с ними справлюсь для того, чтобы равномерно распределить по поверхности. Если вы боитесь, и семян много, можно взять щепотку. Можно на листик бумажки. Давайте будем сесть вот таким образом. Распределяем, распределяем. Для того, чтобы лучше было видно темные семена, потому что на темном грунте их практически не видно, у кого зрение хромает. Можно посыпать немножко песочком, чтобы видеть, насколько равномерно распределяется, чтобы потом сходы не теснили друг друга. Посеяли. Можете тыльной стороной ладони вот так вот немножко вдавить в грунт, чтобы они прочненько там закрепились. И сверху мы снова присыпаем просеянным грунтом. Как я уже говорила, слегка, чтобы это было. Два-три размера семени присыпали. Этого будет достаточно. Почему я не рекомендую просто посыпать по поверхности? Потому что, во-первых, это и не целесообразно. А для тех, у кого мало опыта или неподходящие условия, или нет времени за этим следить бесконечно. Вот вы оставили на окошке посеянные на поверхности семена. Солнышко пригрело, верхний слой почвы просох. И, естественно, что у вас будет очень большой отсев произойдет. Снова сверху проливаем. Не бойтесь, что они всплывут. Они волокутся земелькой. И таким образом они втянутся вместе с водичкой в почву. Конечно же, мы поставим потом этикетку. Мы пишем базилик такой-то. Мы посеяли тосканский. С таким широким листом. Будет очень вкусный. Душистый. Написали дату. Поставили этикетку. Ну, это так. Для себя, чтобы понимать, как будет происходить процесс в ваших условиях. Для того, чтобы в дальнейшем, если что-то пойдет не так, вы имели возможность корректировать. Не просто вот насыпал. И когда оно взойдет там, когда я его сел. Ничего не помню, ничего не понимаю. Чтобы вы не опасались, что они у вас не взойдут. Ну, и как пикировать, да? Вот вы видите, я вам покажу опровержение того, что не переносит пересадку. Эти сеянцы я распикировала три дня назад. Замечательно себя они чувствуют. Все стоят как гвоздики. И с зелененьким листиком, и с темноокрашенным листиком. И все с ними в порядке. Потому что все было правильно сделано. Давайте мы сделаем правильно. Я покажу вам, как это делала я. Вот горшочки уже набиты. Сейчас мы их дополнительно прольем. Проливаем. Проливаем хорошо. С тем, чтобы земля промокла до основания горшка. Не бойтесь, что это будет очень много. Потому что на первом этапе надо, чтобы, по крайней мере, в течение 5-6 дней было достаточно запаса влаги в зоне корней. И вот давайте я вот таким образом вам покажу. Мы раскладываем на наши сеянцы. Каждый горшочек шлеп. Шлеп. Вот видите, какие у них хорошие корешки. Если у вас очень много растений и большие задачи, большие виды на базилик, то не стоит сразу вынимать из горшочка сразу всю рассадку. Потому что, может быть так, что пока вы все это вот разложите, то корешки успеют подсохнуть. И это также будет негативно сказываться на приживаемости. Ну, у меня есть такая волшебная палочка. Я ее сделала, выстругала, как папа Карла из веточки. Можно воспользоваться шпажкой от суши. Можно просто традиционно сделать такую дырку пальчиком. Опустить ровненько туда корешки. И до половины вот этой зоны мы до половины заглубляем. Прижали. Ну, а когда большие масштабы, то мы так разложили, чтобы не тратить время на вот эти втыкания. И нажимаем на корешок и вдавливаем туда. Затем прижали, чтобы корешок соприкасался с почвой. Прижали. Прижали. Не тот ракурс, не под руку лег. Отправили, прижали. Либо опустили корешок, прижали. Это у кого какая сноровка, кому как нравится. Надо ли какие-то еще особые манипуляции при пикировке базилика. Вот мы его рассадили. Почва в горшочках хорошо увлажненная. Мы вот надавливаем, я надавливаю и немножко проступает сверху влага. Вот такая степень увлажнения должна быть. Потому что мы его сейчас в течение дней пяти поливать в принципе и не будем. Можно сделать что? Я вот приспособила от какого-то косметического средства такой мелкий распыл. Потому что из пульверизатора бывает очень сильный напор, и мы можем просто выбивать растение. А после того, как мы распикировали любое растение, в том числе и базилик, которым мы сегодня занимаемся, корни еще не приступили к работе. В любом случае они травмировались. Они соприкоснулись с воздухом, их оторвали от родной почвы, где они проросли. И у них маленький стресс. Поэтому просто обычной водой, вот такой вот мелкий распыл, для того, чтобы листики работали и лучше шла приживаемость корешков, мы вот так вот побрызгали. То же самое мы будем делать каждый день, пока мы не увидим, что начали появляться настоящие листики. Возможно, вы посеете и будете ждать, когда появятся настоящие листья. Но я считаю, не стоит дожидаться, потому что различные бывают условия. И если загущенные посевы, то может начаться и выпадание. Поэтому нет большой беды, когда еще не появилась настоящая пара листочков. И мы видим, что рассада крепкая, здоровая. Мы ее пикируем в таком состоянии, когда еще только семидольные листья, но уже высокий стебелек. Потому что потом может произойти перерастание. Но если все хорошо, редко посеяно, и вы ждете, чтобы было все надежно, и ждете, когда появятся настоящие листики, можно и на той стадии пикировать. Все у вас получится. Растение, я считаю, беспроблемное. И не надо придумывать каких-то лишних историй. Что мы еще делаем? Естественно, что когда начнут работать корни, верхний слой почвы будет уплотняться. Поэтому мы верхний слой периодически рыхлим. Рыхлим от краев, чтобы не было таких углублений ям в зоне корня. Чтобы все у нас, почва была равномерно. Когда мы будем поливать более взрослые растения, чтобы вода равномерно распределялась. И не было замылов каких-то односторонних. Потому что если стоит на окошке, то, естественно, мы приходим, отсюда поливаем. Тут яма, там гора. Значит, мы периодически подправляем и рыхлим почву. Ну и, во-первых, это будет доступ кислорода в корневой системе. И растение будет лучше себя чувствовать и больше нарастать. Распикировали. Все у нас получилось. Когда мы выносим рассаду в открытый грунт? Конечно, делаем предварительную закалочку. Ждем, когда минует угроза последних весенних заморозков. И носим в открытый грунт. Если у вас цель щипать до осени зелень, то мы ни в коем случае не должны давать базилику зацветать. Если же все-таки вы хотите получить собственные семена, то поступаем так. Оставляем самые такие красивые, крепкие, характерные растения. Такие, как они показаны у нас на картинке. Чтобы они соответствовали по высоте. Чтобы у них была хорошая облественность. То есть выбираем самые-самые-самые характерные для данного сорта. И даем ему завязывать семена. Из этого кустика мы листики собирать не будем. Наоборот, даже мы удалим в нижней части. Мы удалим какие-то лишние боковые побеги. Чтобы оставить центральных, там может быть 3, 5, 7 штук. В зависимости от силы роста вашего кустика в текущем сезоне. В зависимости от природных условий. И так мы получим собственные семена. Потому что как только растение завязывает семена, что происходит? Происходит команда. Значит, все, я завершил свой процесс в этом сезоне. И листья уже становятся грубыми, не такими ароматными. Даже если мы их будем заготавливать, сушить, то в них содержится уже меньше эфирных масел. И, соответственно, вкусовые качества снижаются. Поэтому только прищипывание, как только появляются цветоносы, мы их все удаляем. И тогда мы будем со свежей нежной зеленью до самой поздней осени. Легкие холода. Базилик нормально переносит. Ну, конечно же, низкие температуры отправляют его в небытие. На каком месте высадить базилик? Место должно быть достаточно солнечное. И, по крайней мере, чтобы в течение 6 часов это было предоставленное солнцу место. Это такое непременное условие. Тогда все у вас будет куститься и колоситься. Ну, полив умеренный. Не любит базилик, когда его пересушивают, недополивают. Хорошо отзывается на поливы. Поливы должны быть редкие, но обильные. Ком земляной не должен окончательно пересыхать. Иначе это снова же будет сказываться на вкусовых качествах листьев. Они будут грубеть, будут не такие сочные. И это просто будет невкусно. Поэтому я считаю, что базилик замечательное, беспроблемное растение. Удачи вам! Выращивайте, наслаждайтесь, приглашайте друзей. Выращайте их шашлыками, с базиликом. Это будет вкусно и замечательно. До новых встреч! Пишите нам письма, ставьте лайки. Всего хорошего! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok